Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме ВКС принял участие в заседании Федерального штаба по газификации, которое прошло на площадке форума «Россия» под руководством вице-премьера Александра Новака и первого заместителя председателя Совета Федерации России Андрея Турчака. При участии представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей компаний «Газпром» и «Газпром Межрегионгаз» в центре обсуждения реализации поручения президента России Владимира Путина по социальной догазификации частных домовладений и социальных учреждений здравоохранения и образования. В Карачево-Черкесии эта программа очень востребована и идет хорошими темпами. Всего подано 5149 заявок. Из них 1299 заявок в 2023 году. На сегодняшний день заключено 4662 договора на технологическое присоединение газораспределительным сетям. Строительно-монтажные работы по всем завершены. В 2427 домовладениях выполнен пуск газа. 9 заявок направлены для подключения к сетям газораспределения социально значимых объектов. По словам главы Карачева-Черкесии, в регионе действует республиканская программа по поддержке отдельных категорий граждан в части субсидирования затрат. С 1 января постановлением правительства республики предусмотрено предоставление участникам СВО и членам их семей субсидий до 100 тысяч рублей на покупку газоиспользующего оборудования. Рашид Имрезов выразил благодарность правительству России, руководству компании ПАО «Газпром», партии «Единая Россия» за эффективное взаимодействие в рамках реализации программы социальной догазификации. Эта работа будет обязательно продолжена, подытожил руководитель региона. В поселке Октябрьском Прикубанского района республики сегодня открылась новая врачебная амбулатория, построенная по поручению главы Карачева-Черкесии. Прежнее здание прослужило медикам несколько десятков лет и давно израсходовало свой ресурс. На торжественном открытии побывал Артур Мхце. До недавнего времени именно в этом здании в течение многих десятилетий располагались специалисты Октябрьской врачебной амбулатории. После очередного града ставшая решетом крыша перестала от чего-либо защищать. Поэтому построенная рядом по нацпроекту здравоохранения новая амбулатория стала долгожданным приятным дополнением к каждодневному труду врачей. У нас протекали потолки, у нас не было отопления. Зимою это у нас было самое настоящее бедствие. Стены покрылись плесенью, приходилось вот в таких условиях нам работать. Теперь вот по нацпроекту нам построили вот это помещение, мы перешли сюда. Мы не можем нарадоваться точно так же, как наши больные. Участие в торжественном открытии врачебной амбулатории приняли представители власти в регионе и районе. Зампредправительства Джанибек Суинов отметил, что в Карачаево-Черкесии обновление первичного звена здравоохранения идет активными темпами. Это все делается для населения. Дает возможность нашим врачам, медицинским работникам, которые здесь сегодня работают и будут работать, позволить им еще шире и доступнее быть для населения нашей республики. Оно сегодня полностью укомплектовано в рамках тех требований, которые предъявляются по новым нашим фельдшерским пунктам. Далее символически перерезанная ленточка и экскурсия по кабинетам. Там уже полным ходом шел прием населения. Педиатр, терапевт, фельдшер, специалисты других профилей. В здании для всех постарались создать оптимальные условия. Новое, более комфортное здание построили нам и для ожидания самих пациентов. Более комфортные условия, так как в коридоре более просторные. Более комфортно стало и посетителям. Зимой тепло, есть где дождаться своей очереди. Пришел на прием, к нам новое помещение. Раньше было старое, холодно было, а сейчас здесь хорошо, уютно. 23-й год у нас был для медицины Карачао-Черкесия одним из прорывных. Порядка 20 объектов здравоохранения участвовали в модернизации. Это и строительство и новых врачебных амбулаторий, фельдшерских пунктов, фельдшерских пунктов. Это и капитальные ремонты, реконструкции зданий здравоохранения. Большие планы у нас также и на 24-25 годы. В зоне внимания специалистов здравоохранения поселка Октябрьского порядка 1200 человек. Оснащенное всем необходимым обновленное здание врачебной амбулатории готово к приему людей. А в случае экстренного вызова у медиков есть возможность оперативно отправиться к пациенту. Транспорт всегда под рукой. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести Карачао-Черкесия, Прикубанский район. Сегодня в Общественной палате Черкеска прошло подписание соглашения о сотрудничестве с общественными объединениями иными некоммерческими организациями в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием при проведении выборов президента России, назначенных на 17 марта. В условиях сложной геополитической ситуации и внешнего давления общественные наблюдения и контроль за выборами становятся более важными, чем когда-либо. Некоммерческие организации играют важную роль в обеспечении прозрачности и справедливости избирательного процесса. Их деятельность способствует укреплению доверия граждан к избирательной системе и гарантирует прозрачность проведения выборов, отмечает председатель Общественной палаты Карачао-Черкесии Елена Лешова. Общественные организации всей душой за то, чтобы будущее было свободным, будущее было богатым, будущее, где мы бы друг другом жили, в мире взаимоуважении. И вот именно сейчас некоммерческие организации, подписав соглашение с Общественной палатой, подтвердили, что вместе с ней они контролируют данный процесс, что они вместе с ней уже сейчас работают непосредственно по работе с нашими наблюдателями. Вместе с нами они проводят различные консультации. Мы также учимся у наших общественных организаций. И когда будет открыт Центр общественного наблюдения, они подтвердили, что придут и будут здесь все три дня их представители находиться и наблюдать за ходом избирательного процесса. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. Существенных осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 3-5, днем до плюс 7. Ночью и утром на дорогах гололедится. Студенческий десант высадился в отделе МВД России по Усть-Жигутинскому району. В первую очередь возле памятника сотрудникам погибшим при исполнении служебных обязанностей студентам МАКСУ рассказали о героях отдела. О давших жизни в борьбе с преступностью ознакомили со стендом «Летопись славы». В дежурной части студенты узнали о том, как принимаются и обрабатываются сообщения о происшествиях и преступлениях. Какой объем информации круглосуточно поступает в это подразделение. Гости побывали и в кинологическом отделении, где живо интересовались специализацией каждой служебной собаки. Как их принимают на службу и как долго они работают. Далее ребят проводили к служебной автомашине ДПС. Сотрудники госавтоинспекции рассказали студентам о некоторых особенностях работы дорожной полиции. В этот день студенты также многое узнали о деятельности Совета ветеранов и Общественного совета при отделе МВД России по Усть-Жигутинскому району. Работа в полиции от человека требует достаточно много сил, как моральных, психологических, физических. Вы должны быть знатоками не только юридических дисциплин, вы должны знать и психологию, и быть педагогами, экономистами. Вот это все хотел бы вам на путстве сказать, чтобы вы не только ограничивались изучением юридических дисциплин, но и развивались и в этих направлениях, что я обозначил. Финальная распродажа норковых шуб от компании «Снежка». Приобрести обновку можно на меховой выставке по 4 февраля включительно. Новый адрес магазина по продаже шуб – улица Кавказская, 51, в Черкесске. С ассортиментом выставки ознакомилась Альбина Ламкова. Черкесский меховая компания «Снежка» организовывает выставки уже более семи лет. За это время многие оценили качество приобретенного товара, но теперь они торгуют по новому адресу – улица Кавказская, 51, рядом с торговым центром «Панорама». На выставке представлен большой ассортимент роскошных шуб. Каждый подберет себе идеальную верхнюю одежду из огромного количества вариантов меховых изделий. «Мы приглашаем всех к нам на выставку продажу норковых шуб и объявляем о старте распродаж. Любую шубу в нашем зале можно приобрести в рассрочку со скидкой 10 тысяч рублей. Рассрочка идет до трех лет, без первоначального взноса, без переплат, без любых банковских страховок. При этом вы получите песцовый жилет в подарок». В случае наличной оплаты любое меховое изделие в зале можно приобрести со скидкой 50%. Ну как тут обычному покупателю не устоять? Но это еще не все. «Также у нас имеются изделия со скидкой до 70%. Сейчас действительно финальное время распродаж. Если вы ждали, чтобы купить шубу со скидкой, то сейчас самое время, потому что дешевле уже не будет». Шикарный мех. Богатые ассортименты и скидки до 70%. Конечно, соблазнительно. При этом на каждую шубу гарантируют качество. «Покупая меховую обновку, сейчас можно хорошо сэкономить. Забирайте уже сегодня вашу идеальную и неповторимую шубку. Платите потом». «Вот эта шуба в рассрочку, получается, у вас на три года будет 3400 рублей в месяц. Если вы решите приобрести ее за наличный расчет, она вам обойдется в 67 тысяч рублей. Все наши изделия российского производства и каждая шуба чипирована. Она имеет свой паспорт, поэтому с помощью обычного телефона вы можете легко узнать, что страна Россия, мех, норка, что шубу никто не покупал, она находится в продаже. То есть все данные конкретного изделия». Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Ну а скидки и условия рассрочки вас приятно удивят. Успейте купить шубу по новому адресу. Продажа в Черкесске началась уже сегодня. Будет проходить по 4 февраля включительно. Адрес выставки «Снежка», улица Кавказская, 51, рядом с торговым центром «Панорама». Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Корчаева, Черкесия. На базе горно-спортивного клуба «Архыс» в Качагу имени Умара Алиева начал функционировать скалодром. Данный спортивный снаряд позволит каждому желающему получить навыки по скалолазанию и подготовиться к соревнованиям. В зимний период особенно важно пройти хорошую подготовку, чтобы можно было с легкостью преодолеть горный рельеф. Подробнее Алихан Лепшоков. Для многих студентов и преподавателей Качагу открытие скалодрома стало особенным событием. Теперь повысить навыки по скалолазанию можно и в зимний период. Для тех, кто увлекается альпинизмом, стена скалолазания дает уникальную возможность для тренировок и подготовки, а также обменом опыта и знаниями с другими любителями этого спорта. «Самое главное – это воспитать в себе умение, преодолевать свои страхи, и все получится», – отмечает руководитель горно-спортивного клуба «Архэс», спасатель третьего класса Артур Кипкеев. «Во-первых, скалодром дает возможность тренироваться и зимой. Конечно же, летом, если мы тренируемся на естественных скалах, то у нас не было возможности тренироваться на естественных скалах зимой. Благодаря руководству ВУЗа у нас появилась возможность сейчас заниматься скалолазанием на искусственном рельефе, то есть на скалодроме. С недавних пор скалолазание является на искусственном рельефе. Включили в олимпийский вид спорта. И мы надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет своя сборная». Для всех собравшихся был организован мастер-класс от организатора учебно-тренировочных сборов «Судей по альпинизму» Темирлана Чучаева. Он подчеркнул важность проверки всего снаряжения при подъеме и объяснил, как необходимо правильно подниматься по скалодрому. Этот вид спорта воспитывает в нас характер, и что самое главное, он хорошо подходит как для мужчин, так и для женщин, отмечают студенты. «Это повышение всех физических качеств, это также и баланс, потому что надо понимать свое тело, когда лезешь именно по такому скалодрому и по самой скале. Мы еще занимаемся, кроме скалодрома, еще сборы делаем на восхождение, значок альпиниста России. Я одни такие прошел». На скалодроме тренируются также представители преподавательского состава КЧГУ. Этот вид спорта отлично подходит и для нас, так как нам особенно необходимо сохранять здоровье и проводить свой досуг с пользой, уверяют преподаватели вуза. «Я как преподаватель должна подавать пример студентам, тем более работая на факультете физической культуры, но и не только студентам, но и людям среднего возраста, так скажем, 40+. Поэтому я имею в виду, что все имеют возможность выходить и заниматься независимо от первоначальной физической подготовки». Теперь с появлением скалодрома у любителей альпинизма появится отличная возможность для проведения соревнований и тренировок, что позволит раздевать новые таланты и воспитывать будущих чемпионов по скалолазанию. Алихан Ипшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова